Продолжение следует... Немножко затормозили, повторите вопрос. С какого что? Города, города. Торонто. А, Канада? Да, вы из Алматы, да? Нет. А, вижу, вижу, Нур-Султан. А время у вас что, в Казахстане называется Алма-Атинское? Нет, у нас нету Нур-Султана. Ну, Астана сейчас, да? Сейчас Астана, Астанинское время. Нет, ну вот сейчас вы столица, а время по-прежнему Алма-Атинское? Нет, нет, Астана нету. Нет, время называется официально Казахстанское или Алма-Атинское? У вас один часовой пояс? Да, нет, у нас на югах и на западе на один час меньше. Ну, как они называются, часовые пояса? В восточно-казахстанское или как? Да, Казахстанское и западное. А, понятно. Ну-ка, окей, ладно, я вас понял. Еще какие-нибудь вопросы есть у вас? Вы блогер, нет? Нет, нет, я просто зашел поговорить. Ну, блогеры тоже просто заходят поговорить, потом выкладывают. А, нет, нет, дядька, нет. Да ничего страшного, да, я хочу, наоборот, на ютуб попасть, можете. Ладно, у вас есть еще вопросы ко мне? Вы сами из Украины вообще? Я же сказал, Торонто. Нет, вообще, Роба. Ну, я не люблю говорить, что из Украины, из Харькова. По факту, да, по факту из СССР вроде, ну, это было в СССР. Я надеюсь, что Харьков таки освободится от Украины, но пока он в Украине, да. А, вы за Россию получаете? Я за независимую слабожанщину. Почему такие крайности, либо Украина, либо Россия? Может, я за независимую слабожанщину? Все, понял, понял. Ну, хорошо, всех. Всех благ вам, спасибо за беседу. Бизон слева. На какие темы беседуете? Может, вопросы интересные у вас есть? Да, я на разные темы беседу. Вы откуда вообще? В Торонто. В Торонто? Что, так удивляюсь, как будто я вам какой-то экзотический город сказал. А вы с Киева, да? Да, я с Киева. Ну, хорошо. Есть у вас вопросы интересные? Не, а у вас есть? Ну, есть. Как относитесь к децентрализации, которая началась в Украине несколько лет назад? Децентрализации? Слышали такое слово? Ну, это же Порошенко еще. Ну, Порошенко, Порошенко. Как относитесь к децентрализации? Как вам так сказать правильно? На самом деле, реально никак не отношусь. Ну, в принципе, мне кажется, что это правильно, когда деньги остаются на местах. Да, логично. А к возможной федерализации Украины? Это невозможно. Ну, я же не спрашиваю о вашей возможности. Это, в принципе, важно. Если Украина хочет остаться целостной, это необходимо просто, но это не важно. Я говорю, если бы это было возможно, так я понимаю, что отрицательные вы подносились, да? Я так понимаю, что вы поддерживаете Российскую Федерацию, да? Откуда вы понимаете? Я пока ни слова не сказал про Российскую Федерацию. Я поддерживаю независимую слабожанщину, или хотя бы в составе федеративной Украины, на крайняк. Ох, вы глупый человек. А вы вообще в Украине были когда-то, да? Что значит, был когда-то? Я прожил в Украине 40 лет. И прекрасно знаю, насколько это нехорошая страна. И насколько нехорошая митрополия ваш город, который паразитировал на Харьковском научном, природном и индустриальном потенциале. Я это с цифрами доказываю даже. И здесь, на этом перекрестке... Нормально. А у вас? Лучше без. Рад за вас. Может, вопросы у вас интересные есть? Ну, особо таких нету. Поддерживаю специально военную операцию. Нет, не поддерживаю. Я предпочел бы, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем, а не военным. Получается ли, чтобы она присоединилась к территории Российской Федерации или просто, чтобы она была независимой? Что, не понимаешь, что фрагментировалась? Разделилась на независимое государство. Никуда не присоединялась. Почему у нас разведены независимые государства здесь? Мы реально есть независимые государства. Унитарные, да, и унитарные. Вы... Унитарные, да. Независимые, это, конечно, смешно говорить. Я... Почему? Смотрите, а Советский Союз распался, да? Ну, я... Да, распался, да. Вот, Латвия, Литва, Эстония... Я согласен. Советский Союз распался по неадекватным ленинско-сталинским границам, к сожалению. Он должен был распался, по идее, не на 15, а на 35 частей. Чтоб отдельно был Слобожанщина, Донбасс, Чечня, Дагестан, как отдельные государства. Почему, если в Советском Союзе было уже... Вот, Казахстан, Беларусь, Украина, Эстония, Латвия, Тургменистан, Узбекистан... Ну, я же объяснил. Коммунисты намеренно проводили границы между союзными республиками неадекватно. Почему неадекватно? Например, в Украине передался Крым, Донбасс, Бессарабия, ну, северная часть Буковины, я бы так сказал. Ну, так, ну, так и, ну, такая, что, Львов отжали у поляков и передали Украине зачем-то. Ну, вот. Ну, это же советская власть, которая так поставила. Ну, она плохо поставила, она плохо поставила, да. Почему плохо? Отдокументируйте это. Почему, если сам советский союз, ну, просто заразил. Они, да, они отжали эти территории. Ну, смотрите, при разделе Польши, сама Польша, восточная часть перешла в СССР, западная перешла, правильно, к Третьему Рейху. Потом, то есть, кем мы претензли в Сороковом? На Бессарабию, на всю Молдову, северную Буковину, Румынию. Потом на Финляндию, на Карелию, на Палин. Отжали. Отжали. Ну, не всю Карелию, часть Карелии. Часть Карелия была уже. Я бы не сказал, они взяли регион Карелия, чтобы, когда мне, вот это озеро, которое идет к... Ну, правильно, часть, часть Финляндии отжали... Потом, в Сороковом году, в Сороковом году, тоже кем. Да, ну, я в курсе, я ж не, я ж не оспариваю. Это что, хорошо или, это хорошо или плохо? Я не понял ваш вывод. Добрый, Витам. Добрый. Мне просто интересует, как Украина может без оружия получить свою территорию назад? Как это, я не понял. Без оружия? Она же с оружием. Как ты без оружия? Ну, вы говорите, без оружия просто сдаться. Кто говорил? Я слово разве по это сказал? Без оружия сдаться. Вы надо с кем-то другим говорили. Перепутали малость. Не, мирным путем вы сказали. Мирным путем как вы сказали? Фрагментироваться, причем без оружия. Я сказал, я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем. Как это сделать без оружия? Ну, как это сделать? Как Чехословакия разделилась в 93-м году без всякого оружия? Мирным путем. Взяли и разделились на два государства. Фрагментировалась она. Мирным путем. Осталось, мы говорим о Донбассе, да? Что дальше? Нет, Донбасс не очень интересует. Я патриот Харькова. Я предпочел бы, чтобы Слобожанщина была независимым государством. Хорошо. А что у Слобожанщины есть, чтобы она была независимая? Намного больше есть, чем, допустим, у Словении, Словакии и с десятков других европейских государств. То есть, намного больше интеллектуального потенциала, промышленного, научного и так далее. И, в частности, у Харькова он крупнее в несколько раз, чем тот же Загреб или Любляна. И намного более интеллектуален и в промышленном плане, и в ином плане выше. Так, если Любляна и Загреб достойны иметь свое государство, почему Харьков не достоин? Зачем? Ну, Харьков сам не выживет, вы понимаете. Почему не выживет? Харьковская область донора, донор в Украине, но до войны, по крайней мере, была. Сейчас не поймешь, что донор. Вы знаете, ну, я сам с Северо-Ецкой, и нам тоже раньше отказывали, что люба кормят Украину. Правильно, вам неправильно рассказывали. Это была ложь. А если вы откроете статистические данные по Украине, Government, UA, вот на 15-й год и ранее было 5 регионов доноров, всего 5. Это Харьков, Днепр, Полтава, Одесса и Львов. Все, 5 доноров. То есть, из которых метрополия, то бишь Киев, выкачивала деньги, отдавала им меньше. Это называется регион-донор. Донбасс не относился. Вам просто в уши заливали в Донбассе, что якобы вы тоже доноры, что за счет вас живут. А на самом деле не так. А вы давно были в Харькове? До ковида каждый год бывал. До ковида? В 19-м году последний раз был. Вы видели Харьков, как развился в Украине? Вы видели? Харьков и до Украины был крутой город. При Украине как он развился? Вы видели улицу Сумская, Московский проспект, парк Горькова, парк Шевченко. Вот по Горьковой развился, построили новый, зоопарк новый. А Сумская как была, так и она осталась. Ничего Сумской построил только порох свою, это самое, Рошен, вот новый такой стеклянный. А Сумская это 19-й век, она не меняется. Как она может развиваться? Как может Сумская развиваться, если это архитектура 19-го века? Она не меняется. Это история. Неплохо развилась, я согласен. Это развилась благодаря Кернесу, вопреки тому, что Харьков в Украине. Если бы Харьков был отдельным, он бы развился еще больше, еще лучше. А так развился, я согласен, да, вопреки тому, что он в Украине. Ну, такой вопрос, риторический, наверное, больше, чем... Да. Ну, на самом деле, я считаю, что, знаете, как кулак, да, то есть пальцы вжались, получился кулак. То есть, как бы, и благодаря Украине получал какие-то дотации на тоже Турбоатом и так далее. Я же вам объяснил, что Харьков регион донор, официально, в отличие от Донбасса. Донбасс не было, ни Луганска, ни Донецка не были регионами-донорами, и вам внушали, когда вы жили в севере Донецка, неправильно, неправду. А Харьков был регионом-донором. Это значит, что дотации были меньше, чем забирали из области в центр. Если бы была независимая, это было бы по нулям. Дотации были, но они были обратно, они были меньше, чем забирала, метрополия забирала из Харькова. Ну, а как же, мы так думаем, да? Ну, если мы возьмем Харьковскую область, да? Да. Так называемо Слобожаричное, как вы говорите, да? Да. Сам Харьков, да, индустриально развит. Мы выезжаем с Харькова в город Чугуев, да? Ну. Приняемся к ПГТ, да, дальше? Да нет. Ну, Чугуев это город, ПГТ это старый Салтов. Ну, и Чугуев. А что из Чугуев? Ничего. Что могло бы поднимать экономику той стороны, как вы говорите, республики Харьковской? Ну, почему? Там есть военный аэродром. Там есть... Что может приносить деньги республике? Военный аэродром? Я так не думаю. Ну, а если бы сдавали его как под базу НАТО? И требовали бы большие деньги. Опять же, база НАТО без Европы Харьков бы не существовал. Правильно я понимаю? Нет, ну, я как вариант говорю, теоретически могли сдавать, а могли еще, могли России сдавать под военный аэродром. Это аренда военного аэродрома, он качественный аэродром. Один раз уже сдали Севастополь в аренду, помните? Был случай? Помню. Так Севастополь вообще достался в Украине вопреки всяких юридических норм. Крым, да. Крым был передан в 54-м году, но Севастополь не передавался в 54-м году. И в 91-м году он не должен был в Украину идти. Но это дело их, меня Севастополь не очень интересует. В принципе, вот так севастопольцы рассказывают историки. Ну, опять же, да, мы касаемся глобальных вопросов, нас интересует, как вы свободно так и общаетесь в интернете, говоря, что не поддерживаете специальную военную операцию на Украине. Ну, дай же вам ответил, не поддерживаю. По крайней мере, хронологически уж точно, ее нужно было в 14-м году сделать, если уж начинать, а не в 22-м. В 14-м году как по маслу прошла бы. Без жертв практически. Я, честно говоря, жму вам руки за вашу смелость, что вы так смело говорите о том, что сейчас происходит. Но почему я должен не смело говорить? Я в отличие от вас нахожусь в демократической стране. Тут я могу высказываться. И вы тоже высказываете, что и про курсы на этого. Подождите, мы тоже в демократической стране находимся, поэтому с вами общаемся, как бы, ну, вы же видите. Ну, вы же находитесь в Киеве, да? Черновцов. Ну, вы серьезно считаете Украину демократической стороной? Декларативная... Декларативная Северная Корея демократическая. У нее даже в названии есть это слово. Ну, вы хотите сказать, что в Украине нет свободы слова? Конечно, нет. А как же Янукович улетел, а? Ну, так... А почему свобода слова Янукович? Ну, Янукович улетел от свободы слова граждан у России, правильно? Нет, он улетел от Майдана. А, кстати говоря, тут интересный момент. Вы помните события в Украине 14-го года, я вижу, да? Хорошо? Ну, вот помните, как Янукович прилетает из Киева в Харьков? У него выдроили проспект Гагарина до него, там чуть ли не шампунем, говорят. Он прилетел на съезд юго-восточных губернаторов, которые съехались в Харьков ради съезда губернаторов, на которые был должен выступать Янукович. Еще тогда легитимный в тот момент президент. Но он резко на съезд не пошел и свалил в Донецк на джипе. Как вы думаете, а хотя собирался идти, как вы думаете, почему он на съезд не пошел? И у вас есть какие-нибудь версии? Роженка тоже работала, правильно? Ну? Должи, что массы против, массы против, люди против, люди. Какие люди конкретно? Украинского народа, да? Где, в Киеве, в Харькове, где против? Не в Киеве, не в Царькове, не в Луганске. Против съезда. Ну, вы, это вы можете, Россия, это вы, это, 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 это кто в ту? Я скажу так, да? Да, говорите. Говорите, говорите. Говорите. Янукович, да? Мы берем Янукович, конкретный человек, как реальный президент, который что-то делал для Украины, но делал свои ворота, да? Да. Отжимал бизнес. Конкретно моих друзей. Отжимал бизнес, который приносил N миллионов. То есть мелкий бизнес, но не трогал. Он трогал тех людей, которые реально были... Я знаю, да, да. По-предскому, с проможни, да? С проможни. И в большей части это сыграло против него. То есть люди, которые были бизнесменами, богатыми людьми, они были против, они считились. А масса, скажем так, пошла за юни. Потому что все были против, кроме тех, кто ничего не имел. Ну я понял. Против были не все, а только кучка, которая выступала на Майдане. Ну было где-то полмиллиона были против, они были активны, да. В Харькове вообще все были за Януковичи, силовые структуры, в том числе не только народ. Против были 2000 человек, которые же собрались, там и студентов пригнали. 30 тысяч нагородных. Я прошу прощения, это ваше мнение. Я участвую в тех событиях в Харькове, я вам докладываю как очевидец. Я был в Харькове в 14-м году. А я вам докладываю как очевидец сервисских событий, то сервис был против. Мои друзья были против. Я вам говорю, что процентов 5 было против в Харькове. И в Киеве было половину против, да, я знаю. Те, которые что-то имели, достигли чего-то в жизни, были против? Ну допустим, допустим. Это в частности я не буду спорить. Ладно, я понял ответ на вопрос. Просто есть несколько версий, что на него готовился теракт, что он испугался, что ему запретили Запада, что ему запретил Путин. Президент страны боится самого народа. Ну как мы говорим, президент страны боится самого народа. Ну понятно, понятно. Хорошо, ладно, закрыли, закрыли с тем Юрист Януковичем. У вас есть какие-нибудь еще вопросы? Нет, нет, мы просто собираем статистику про специальную военную операцию. Ну если вы смело говорите, вы, наверное, не в России находитесь, да? Ну я вам сказал, что я не в России нахожусь с самого начала. Я вам жму руку. Всего доброго, до свидания. Я из города Торонто, если вас интересует. Очень хорошо, жму вам руку, всего доброго, до свидания. Хорошо, спасибо за беседу, всех благ. Да, еще свет на улице. Я из Торонто. Какой из Торонто? Торонто. А ты, а ты из Киева, да? А я из Украины. Ну Киев? Украина. Украина, это, ну я слышал, что, я знаю, что Киев, Украина. Зачем это подчеркивать? Здорово, мужик, мам! Я вам сказал. Я понял. Ладно, вопросы есть какие интересные? Нет, нет, я твою бедность. Ну, до войны отношусь негативно. Я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем. Ну, в общем, вы и против, и честь за вот эту ситуацию, что происходит? Ну, я что-то сказал, я против войны и предпочел бы, чтобы Украина фрагментировалась бы мирным путем. Я же ответил. То есть, мы думаем, что у вас за волоса бога. Что-то там у вас, какой-то, передевает вас все время, вас не слышно. У него, у него микрофон сильнее вашего, у вас не слышно. Мы просто, ну, знаете, у нас тоже бывают такие лучшие эмоции. Ну, я понимаю, понимаю. Мы, на тебя, хорошо, что вы самые оккупанты по вашей держании, просто сферлярами, сферлярами. И вот он якобы, 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 таки дурашки. Как марши справились? Бизон слева. Может, вопросы у вас интересные есть, на какие темы беседуете? Все про те же, про войну, про ваше ставление. Про войну? Ну, давайте про войну. Когда началась первая мировая дата? Начинается, сука. Ну, дядька, вы уже, блядь, вам же... Ну, так и скажите про войну, так и скажите про войну России с Украиной. Слушай, тут, нахуй, и папа говорит. Говори. Ну, вам же тут святый, блядь, Петр, нахуй, дверь, дверь открывает, а вы все, блядь, кропешно-святовую, нахуй. Мы тогда делали все, чи что? Нет. Я знаю историю просто. Ну, я кого хера вы и спрашиваете? Да я вас про эту войну спрашиваю, что, блядь, и все, блядь, ваши кацаны ебали, напали на войну. Нет, нет, вы сказали, вы сказали про войну. Когда слово про войну, значит, берут великие войны. Грэнд Вор называется первая мировая война. А надо было сказать про войну России с Украиной конкретно. Тогда... Да, Россия с Украиной, и что Российская федерация напала на незалежную Украину, то я в этом... Ну, какие у вас вопросы по этой войне? Нет, я не отношусь все до этого. Плохо отношусь, я считаю, что... К войне плохо отношусь. Я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем. Что бы она сделала? Фрагментировалась мирным путем. Мирным путем. А, то есть, ягла пить вас, че, шо? Зачем? Пить Кацан? Я, вообще-то, из Канады, если что. Ага, так далеко. А там наших украинцев же ж богато. Да. Слушай, Карпан, сделай вид, что я этого не слушал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские, это какой чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали. В 1922 году. Воронежскую область. А в 1922 году Львовская область где была? В Астров-Венгрия. Опа. Так это не Дуна еще. Ну еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, как его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага. Вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Харкашовский групп. Музел Украинский, мы будем начать... Пытаясь... Да, да. В Украине, кто... Да, все же. Ну, по крайнейшему... Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми сновидами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, ситрона огромная. Давай, надмерный бой. Ты машинской силой днемною. Сранжевой шумой. Ну, ты мне улица родная. И мне погоду дорога. А до границы с Россией 40.